Добрый день, мои дорогие зрители! 18 июля, как, впрочем, и всегда, в эти жаркие дни, мы пришли поплавать на карьер Орловский. А сам пляж находится на казачьем хуторе Приморский, в лесном массиве, в заповедной зоне, в Новоорловском заповеднике. И мы видим, что там сейчас большое оживление. Много молодежи казачьей готовятся, почему-то готовятся. И оказалось, что в этот день проходит спартакиада и сдача норм ГТО. Вот, мы смотрим, как идет пока подготовка. Все собираются, висят знамена, поскольку хозяй, казачий хутор. Есть крест, флаг спасителю нашему Господу. В общем, все в ожидании спартакиады. Ну и, конечно же, стали зрителями. Здесь все плакаты различные. Сулиниры, награды, которые будут потом выдаваться победителям. В общем, в этот день был какой-то очень-очень яркий, запоминающийся. Казачьи молодежи – это не только ребята-парни, но и девушки. Сам хутор на этом месте образовался 11 лет назад. Но исторически это не просто так возникла казачья усадьба на этом месте. Когда-то именно эти места входили во владение казачьего тамана графа Орлова Денисова. И таким образом, исторически повторилась ситуация, что эта территория оказалась казачьим хутором. Здесь имеются все условия, чтобы из ребят создать настоящих казаков. Стрельба из лука, метание ножей, рубка с шашкой, постоянная сдача норм ГТО и также обучение в верховой езде. Ну а 18 июля на казачьем хуторе Приморске прошла городская спартакиада казачьей молодежи. Состязались казаки в силе и ловкости. Как раз там стояли казаки на этом месте. И нам пришло в голову сделать здесь такую базу, которая сейчас называется военно-патриотерийский центр казачьей молодежи округа. Убрали все, построили. И сегодня уже 24-й год. И казастровые планы, и в аренду мы это помещение, в землю взяли. Платим у нас полностью на хозрасчет. Здесь у нас сегодня дислоцируется молодежная сотня, которая насчитывает три куреня. Молодых это «Вэмпел», юнармия и, я думаю, что это курень, «Волчатники». Ну и четвертый сейчас у меня улица. Занимаемся тренировками, кони, стрельба, шашка. Ну и так, жизнь не очень. Потому что, к сожалению, образование, которое вы получаете в школах, оно не готовит вас к жизни реальным, на самом деле. Это дискретный вопрос. 0-1. Да, нет. Это ЕГЭ. Жизнь так не бывает. Жизнь все по-другому. Ее назад не отмотаешь, не перезагрузишь, к сожалению. За свои поступки, за свои неудачи приходится внести ответственность. Спарта Киада. Это мы проводим уже не первый раз ее сегодня. Сейчас Александр Николаевич вам расскажет, что помогу делать. За год, два, три, когда мы сюда приходим, они получают быть на хорошие навыки. И мне, на самом деле, приятно. Это и по-другому. А вам, научиться еще раз говорю, быть в команде. Игумина Радонежского, чудотворца. Я думаю, что вы слышали, что в свое время, когда нашему Отечеству грозила большая опасность, он послал своих двух самых духовных монахов. Пересвета и Остряблю, чтобы сразиться с неприятелем. И благодаря их подвигу, мужеству, молитве, наши войска держали. Счастьем Твоим Духом, ныне пресно и вовеки веков. Аминь. Благослови Господи. А завершилась спартакиада вкусным обедом с полевой кухней и награждением всех участников. Благослови Господи.